МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любой человек обустраивает свое жилье, свое место работы так, чтобы у него душа радовалась, пела. Чем труднее, тем она интереснее, красивее. Получаешь от этого удовольствие, удовлетворение. Я Юрий Костанянц, я резчик по дереву. Поступив в летное училище, увидел там ребята, занимаясь резьбой по дереву. Вот это мне очень сильно понравилось. С 1975 года начал заниматься резьбой. Конечно, работы были очень простые. Когда развал произошел, с авиацией, можно сказать, было покончено в то время. Вот многие ребята, которые уходили, у них страх был, чем займутся. А у меня уже, так сказать, я знал, чем я буду заниматься. И сейчас я занимаюсь больше 40 лет. Последние лет 10 я больше руковожу небольшим коллективом. Всего 4 человека. Нормальные ребята. Маленький нюанс, что молодых нет. Получается, все уже в возрасте. Если идея есть, ее вынашиваешь. Когда часто думаешь об этом, она материализуется. Сначала прорабатываешь, как это будет выглядеть. Какой объем будет занимать. Какой механизм там нужен. Как ее выполнить, из какого дерева. Не со всех пород деревьев режет. Только из тех, не имеющих которой текстуру. Но чтобы резьба не мешала текстуре, текстура не мешала резьбе. Липа, кедр, орех, дуб, бук. У любого мастера, ну, минимум там 40 бывает. А бывает и больше резцов. Разного размера, разной формы. Можно срезать очень тонкий слой. Я пробовал. С газеты срезаешь букву, газета целая остается. Даже взрослый человек, он в душе все равно ребенок. Когда собираются взрослые мужики, они начинают хохмить, веселиться, как дети. Ну, не вырезать же мне современные СЦК, ТМК или Мерседес. Правильно? Но нас интересует животный мир, природа, сказки, история. Мы живем в Казахстане, естественно. И эта история нам близка. И возникла идея создать театр в этом направлении. Он будет называться памяти предкам казахского народа. У нас уже выполнены Чингисхан, Каирхан, Аблайхан, Карасай, Батыр. То есть есть большая разница, когда делаешь на продажу, как бы поток. Когда делаешь для себя, ну, скажем, для коллекции. Это огромная разница. Выполнишь работу, скажем, какого-нибудь портрета человека. Смотришь на фотографию, получается вроде как лучше, чем на фотографии. Не потому, что она сделана лучше. Да потому, что просто дерево ближе к человеку, чем фотобумага. Дерево имеет такую мощную энергетику. Если человек еще придает ей какую-то красоту, то она просто прекрасна. Я всегда ребятам говорю, если мы начнем хвалить друг друга, мы остановимся. Мы сразу остановимся. Надо искать там, где тебе не нравится. Может, этого никто не увидит, что наверняка. Но мы-то видим. Если это его, он не уйдет. Он будет, у него будет получаться потихоньку, потихоньку. Это будет его. У него должна быть любовь к этому делу. Любовь. Если будет любовь, он все преодолеет. Когда идут на нелюбимую работу. Представляю, как это тяжело, мучительно и неприятно. Идти на работу и думать, как поскорее уйти. Вот мне суждено было этим заниматься. И мне это нравится. Все, я ни за что не смогу заниматься слесаркой. Но не мое это. Я могу заниматься, но это не будет любимым моим делом. А дерево – да. Я не могу быть гонщиком автомобиля, потому что это не мое. Я всегда поражаюсь. Как можно дальнобойщикам сутками ехать? Мне жалко время просто сидеть, ничего не делать за рулем. Это его. А вот это то, чем я занимаюсь, это мое. Это уже нельзя назвать даже хобби. Это не хобби, это моя жизнь. Я и живу здесь. И мне всегда нравится что-то делать такое, ну, красивое. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!